В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Всем нужны не человинники, а комфортные экосистемы. На территории округа будут установлены два стационарных поста мониторинга состояния атмосферного воздуха. Речь идет о реализации пунктов соглашения между Москвой и Московской областью о взаимодействии в сфере экологии. С началом весенне-летнего периода возобновились рейды по выявлению припаркованных автомобилей на газонах. Своим автотранспортом они портят нам газон. Людям это не нравится. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Старт программы реновации жилья, новые школы и дороги, пандемия и вакцинация. О самом главном в речи губернатора наш следующий сюжет. Отчитаться о том, что сделано и определить дальнейшую стратегию развития Подмосковья. В этом году ежегодное обращение Андрея Воробьева прошло под слоганом «Перемены. То, что волнует людей». Сегодня эко-пункт позволит сдавать пластик, металлическую банку. Дальше стекло будет. Сегодня это система бонусов, которая распространяется в Московской области. Это тоже выгодно, но еще не деньги. 900 таких пунктов мы поставим до конца года. В обращении губернатора были подняты самые разные темы – от здравоохранения до строительства школ, дорог и сохранения экологической стабильности в регионе. Всем нужны не человечники, а комфортные экосистемы. Что это значит? Это значит двор без машины, где могут спокойно гулять дети, светлые, безопасные подъезды, есть где оставить коляску, поставить велосипед. Вход удобный, без ступеней. К концу 2023 года правительство Московской области планирует решить проблему недостроя и помочь всем обманутым дольщикам. Также губернатор объявил о старте программы реновации, в результате которой тысячи семей смогут переехать из старого и аварийного жилья в новые комфортные дома. Призвал он также не забывать и о социальной инфраструктуре. Важность проблемы подтвердил и глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Сегодня существует очень серьезная проблема с социальной инфраструктурой и уже в ближайшие два, два с половиной года мы построим порядка десяти школ. Такое же количество детских садов, что позволит на 90 процентов эту проблему разрешить. Продолжится активное строительство дорог местного и регионального значения в Ленинском городском округе. В ближайшее время будет проведена долгожданная реконструкция Володарского и Каширского шоссе. Также Андрей Воробьев анонсировал старт проекта «Парки в лесу», куда в числе первых попадет и Видновский лесопарк. Планируем сделать лажеролиную трассу. Об этом просили жители. Это намоленное место у наших жителей. Есть концепция, концепция согласованная с жителями. Перед началом работы мы обязательно выйдем, еще раз соберем людей. Губернатор поблагодарил медиков за самотверженный труд в борьбе с коронавирусом и призвал жителей Подмосковья активнее прививаться для создания коллективного иммунитета. Он также анонсировал, что в ближайшее время автопарки скорой помощи пополнятся на 167 новых автомобилей. Количество реанимационных бригад также будет увеличено. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого. В здании администрации Ленинского городского округа состоялось заседание рабочей группы по вопросам выбросов от деятельности АО «Москокс». В состав рабочей группы вошли представители депутатского корпуса, местных жителей, надзорных ведомств, администрации городского округа, общественных объединений. АО «Москокс» – одно из старейших предприятий округа, благодаря которому появился город Видное. Несмотря на постоянное обновление оборудования, и сейчас поступают жалобы на выбросы завода. На рабочей группе представители АО «Москокс» представили на обсуждение план природоохранных мероприятий, запланированных к реализации до 2025 года включительно. Около 500 миллионов рублей компания «Москокс» планирует израсходовать или вложить в свое предприятие в целях обеспечения экологической безопасности. Директор ГБУ «Мособлэкомониторинг» Константин Малащук рассказал о том, что на территории округа будут установлены два стационарных поста мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории ЖК «Зеленая аллея» и в микрорайоне Купеленка. Речь идет о реализации пунктов соглашения между Москвой и Московской областью о взаимодействии в сфере экологии. Эти два поста принадлежат «Мосэкомониторингу». Тут не надо заблуждаться. Они в рамках этого соглашения будут установлены. В принципе, они будут установлены, я считаю, уже где-то в июле. Сейчас министерством отрабатываются с Минимуществом Московской области вопросы по размещению и подключению. Как я уже сказал, где-то к июлю мы планируем, что в первую очередь в Видном, мы будем просить именно на этом направлении ускориться, эти посты будут стоять два. В настоящий момент прорабатывается вопрос о приобретении и установке еще двух таких постов в поселке совхоза имени Ленина и в селе Мисайлова. Также на рабочей группе озвучили мероприятие по выявлению и привлечению к ответственности предприятий Видновской промзоны, уклоняющихся от постановки на государственный учет в качестве объектов негативного воздействия на окружающую среду. С началом весенне-летнего периода представители администрации Ленинского городского округа возобновили традиционные рейды по выявлению припаркованных автомобилей на газонах. Сегодня они побывали в шестом микрорайоне города Видное. О результатах рейда расскажет Юлия Погосян. Шестой микрорайон – одна из самых густонаселенных территорий города Видное. Большое количество домов, жильцов, а соответственно и машин. А вот парковок куда меньше. Вечерние часы люди могут по полчаса искать, где оставить авто. Некоторые, так и не найдя, паркуют на газонах. Вы в курсе то, что за парковку на зеленых насаждениях выносится постановление на сумму от 5000 рублей? Все хорошо, извините, больше такое не повторится. Так вы понимаете, что сейчас уже вас оштрафовали? Ну что теперь поделать? А почему вы паркуетесь на зеленых насаждениях? Потому что нету нигде мест, не делают нормально парковочные места. И хозяин автомобиля отчасти прав, но это не снимает с него ответственность за правонарушения. Проблему с наличием парковочных мест постепенно решают. Сотрудники территориального отдела «Шестой микрорайон» ведут активную работу по созданию дополнительных машиномест. Так, в прошлом году расширили парковочное пространство по улицам Ольховая и Завидная. Такая работа продолжается и в этом году на территории микрорайона «Видный берег». Если брать по опыту нашей купеленки, в которой прошло расширение парковочных мест порядка до 600 за три года, мы смогли увеличить, то я думаю, что в «Видном береге» там, конечно, площади немножко поменьше, но я думаю, до 100 парковочных мест нам удастся расширить. Рейд по выявлению нарушителей был инициирован администрацией Ленинского городского округа. Их в весенне-летний период сотрудники профильной комиссии проводят регулярно. Своим автотранспортом они портят нам газон, людям это не нравится, проходит благоустройство, после чего все равно собственники паркуются. И, наверное, масштабным количеством данных обращений вызваны эти рейды. Мы приезжаем, фотографируем, отправляем запрос в ГАИ и уже выносим постановление о назначении административного штрафа в соответствии с кодексом. Цели оштрафовать у администрации округа нет. Рейды больше несут профилактический характер. Сотрудники комиссии пытаются донести до несознательных водителей последствия их незаконной парковки. Следующая инспекция запланирована на середину мая и пройдет она в микрорайоне Зеленой аллеи. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ругосадовская. Видно.ТВ. Видновская районная клиническая больница постоянно работает над улучшением качества оказания медицинских услуг. В том числе приглашает в штат новых высококвалифицированных специалистов. Об одном из них наш следующий сюжет. Врач-онколог Аслан Загаштоков ведет прием в Видновской взрослой поликлинике с февраля этого года. Ординатуру, а затем и аспирантуру проходил в Национальном исследовательском центре онкологии имени Блохина. Несколько лет работал в московском онкологическом диспансере онкологом-гинекологом. Параллельно с врачебной деятельностью Аслан Загаштоков пишет кандидатскую по теме рак яичников. Тяжело поддается лечению. Соответственно, методы хирургические, то есть большие споры в отношении первичной циторедукции и интервальной циторедукции. Как-то было интересно заняться именно этим вопросом. Работу свою доктор любит. Признается, часто приходится быть и врачом, и психологом одновременно. Нести до пациента, чтобы пациент и понял, и, соответственно, эмоционально не загрузился в этом плане. То есть нужно подбадривать пациентов, объяснять, что все будет хорошо, тем более сейчас существует множество различных препаратов. Пациенты это чувствуют и с удовольствием идут к доктору на прием. У него уже второй раз, первый раз была, мне очень понравился. Он такой вежливый, он такой внимательный. Хочется все врачи, чтобы такие были вежливые, хорошие. Нам что, много не надо? Нам главное – внимание хорошее. Мне он очень понравился. К сожалению, онкология долгое время может вообще никак не проявляться. Поэтому, чтобы вовремя выявить патологию и не упустить драгоценное время, доктора советуют регулярно посещать врачей и проходить диспансеризацию. Гинеколога для женщин в обязательном порядке. Соответственно, молочные железы проверять, по крайней мере, раз в год проходить для возрастных пациентов, старше 50 лет, маммографию. Что касается, ну и рентген, флюорографию, грудной клетки. Также советует доктор Загаштоков, стоит посетить онколога, если общее состояние вдруг поменялось. Появился дискомфорт, боли, одышка, начали выпадать волосы. Своевременное обращение за медицинской помощью – уже половина успеха. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. У кинотеатра «Искра» начала свою работу традиционная городская ярмарка. Здесь представлена продукция крупных предприятий, фермерских хозяйств, личных подворий и индивидуальных предпринимателей из различных регионов страны. По торговым рядам прогулялась наша съемочная группа. Весна – самое напряженное время года для дачников, садоводов и огородников. На ярмарке у кинотеатра «Искра» многие предприниматели учли интересы владельцев приусадебных участков. Продавец Галина Пономарева привезла из Липецка. Саженцы садовых деревьев и кустарников. Розы, кустарники, декоративка, разнообразные саженцы, плодовых деревьев. Яблоня, груши, слива, вишня, персики, абрикосы, которые произрастают в нашем климате замечательно. Как рассказала Галина, очень часто ведновчане заказывают несколько сортов сморозины и голубики. Но самым большим спросом у покупателей пользуются саженцы клубники. Клубника, которая растет и начинает плодоносить с конца мая до самых заморозков непрерывно. Некоторые говорят, ой, ремонтантная. Нет, не ремонтантная, а клубника нейтрального дня. После зимы, отмечают многие посетители, всегда хочется свежей редиски, петрушки, укропа, молодого картофеля. Ведновчане открывают сезон весенних овощей именно здесь, на городской ярмарке. В магазине такой свежести и запахов не найти. Покупаем помидоры, огурцы и редис. Сейчас, по понятным причинам, торговцев овощами и фруктами немного, но желающие могут купить полный набор. Огурцы, помидоры, белокочанная капуста, яблоки и груши. У Анжелы Андреевич свое семейное хозяйство в Тамбове, где на 30 сотках земли они сами выращивают полезные овощи. Все вкусное, все покупает. Больше овощей они берут. Они нас уже давно знают. Мы здесь постоянно ходим и больше овощей берут. Большой выбор сыров, молочной продукции и колбасных изделий. Стоит отметить, богатый ассортимент рыбы и морепродуктов. У нас очень хорошее копчение. Производит их город Балашиха. Все натуральное копчение. Селедочка, форель, масляная, балык горбуши, балык эскумбрии. Ряды с продуктами традиционно разбавляют прилавки с посудой, текстилем, одеждой и аксессуарами. Майки-афганки, речной, морская пехота, десантура. В основном самые ходовые вот эти мальчики-афганки. Ну и шорты. Ну и детям от годика размера и до 62-го размера. Вот они размеры до великанов. Ну и на десерт широкий ассортимент продукции от Азовской кондитерской фабрики. Это крупнейший в России производитель халвы, желейных и молочных конфет. Очень много видов халвы, рахат-лукума, мармелада, восточной сладости, печенье, пряники, зефирчики, квасочки. Вот привезли куличики, конфетки, карамельки, клюковка в сахаре. Ярмарка будет работать до воскресенья, но продавцы с наиболее востребованным товаром, как правило, уезжают раньше. Так что поторопитесь приобрести что-нибудь вкусненькое к праздничному столу. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВИДНОЕ ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.